Иди сюда, поиграем в строительство. Давай, будешь у нас строитель. Смотри, вот твои инструменты, Дениска, вот твои инструменты, давай с тобой поиграем, смотри сколько у нас тут всего интересного. Несмотря на то, что на первый взгляд Денис кажется очень скромным, педагоги отмечают, что он очень активный, ласковый, общительный мальчик. И ко всему прочему крайне разносторонний. В свои три года он, как и все ребята, любят играть в машинки и собирать различные модели из конструктора. Но в то же время с удовольствием занимается развивающими играми. Цветокружок, такого цвета должен быть шарик. Ну-ка смотри, где такого же цвета у нас кружочки. Смотри, правильно ты взял? Ну-ка смотри, такого же цвета должен быть. Ко всему прочему Денис очень любит внимание и всегда участвует во всех творческих мероприятиях. Как рассказывают педагоги, мальчик хорошо танцует и обладает артистизмом. Также он очень тянется ко взрослым и всегда им помогает с большим удовольствием. Его творческие способности не ограничиваются танцами. Он еще любит лепить и рисовать. С общением со сверстниками у него тоже нет проблем. Со сверстниками он взаимодействует очень хорошо. Он легко идет с ними на контакты и они очень быстро сходятся. И могут, если они чем-то займутся вместе различными играми, то это на продолжительный срок. Также у нас в группах очень много малышей и он помогает нашим воспитателям. Там помочь, даже подать какие-то предметы, может сандалики детям младшим застегнуть. То есть он у нас помощник. Полную информацию о Денисе вы можете узнать у специалистов Каннского филиала Центра развития семейных форм воспитания или в отделе опеки и попечительства. Адреса и телефоны вы видите на своих экранах. Проект «Ищу маму и папу» реализуется под эгидой Пятого канала при участии Центра развития семейных форм воспитания, поддержки Каннского детского дома имени Гагарина и Красноярского краевого дома ребенка. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал.